Здравствуйте, меня зовут Михалькова Екатерина, я детский стоматолог клиники Дентал Фэнтези. Сегодня мы поговорим об очень актуальном вопросе, о применении антибиотиков при лечении зубов. Антибиотики мы применяем в том случае, когда ребенок приходит с острой воспалительной реакцией и отеком на лице. Это состояние, которое при невмешательстве может угрожать не только здоровью, но и жизни ребенка. Поэтому, если доктор назначает антибиотики, это значит, что других вариантов лечения ребенка не существует. Поскольку родители не знают всех проявлений заболевания зубов у ребенка, то самостоятельно определить, им нужно принимать антибиотики, нет, очень сложно. Лучше не заниматься этим, чтобы не было необоснованного приема антибиотиков. Чтобы применение было обосновано, назначать антибиотики может только доктор. Во всех цивилизованных странах, Европа, Америка, Израиль, антибиотики не поступают в свободную продажу. Они продаются в аптеках только по назначению врача, и купить их можно только по рецепту. Поэтому, если есть необходимость о приеме, это определяет доктор, он назначает время приема антибиотика, дозу и назначение самого препарата. Родитель может консультироваться с педиатром по этому вопросу на тему того, какой лучше выбрать антибиотик. Например, у ребенка часто бывают ангины, и какой-то вид антибиотика он бьет несколько раз в год. И педиатр знает о том, что к этому антибиотику у ребенка может быть уже устойчивость. То есть препарат может не работать так эффективно, как нам необходимо. Поэтому, если у родителей есть сомнения или есть история с тем, что ребенок часто болеет и принимает антибиотики, то желательно проконсультироваться с педиатром, какой препарат будет наиболее эффективен. Гомеопатические препараты не могут заменить антибиотики абсолютно никак. И отказ от серьезного лечения, он может быть опасен для ребенка. Я знаю многих врачей, которые лечат гомеопатией, но при этом они назначают антибиотики, понимая, насколько важный и серьезный это вопрос. Если родители говорят о том, что у ребенка аллергия на все антибиотики, и это действительно подтвержденный вопрос, то есть у них есть аллергопробы, грамотные, качественные, которые показывают о том, что есть такая проблема, то антибиотикотерапия назначается совместно с педиатром. Мы подбираем препараты, которые будут блокировать аллергическую реакцию, и антибактериальные препараты, которые дадут нам нужный терапевтический эффект. Я надеюсь, что сегодняшняя информация была вам очень полезна. Я желаю вам найти обязательно доктора, которому вы будете доверять, и мнение которого будет для вас авторитетным. И желаю здоровья вам и вашим детям.